здравствуйте коллеги retail week вновь на ваших экранах рядом со мной спикер нашей деловой части екатерина пузыкова здравствуйте 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 друзья рада вас приветствовать я здесь как спикер и как послушать умных людей и сама тоже что-нибудь умное сказать ну о чем бы хотелось поговорить у меня на самом деле тем для разговора много как у любого консультанта я представляю саму себя да там же надо представиться как-то вам вот я как любой консультант естественно говоря каких-то общих моментах и ну такая работа у консультанта наблюдать за трендами и анализировать все что происходит вот как раз тем мои выступления которые были вчера и которые будут сегодня это те явления или те какие-то но я внешне даже не сказал что это тренды это какие-то но явление явление что явление что такое более долгосрочное более основательно чем тренд который сейчас происходит вот я как раз про это уже говорила но еще буду говорить про то что сейчас один из интересных интересных таких решения нет особенности которые я наблюдаю это отрицание я бы даже сказал отрицалово да вот так вот прям вот не хорошо бы сказала отрицалово то есть когда я слышу о том что оффлайн умер нет стм умер нет бренд умер нет умерла дерево покупательских решений нет абцио анализ тоже умер в общем все умерли ничего больше на рынке не осталось вопрос правда если все умерли то что собственно где мы собственно находимся вот меня всегда это вызывает такое недоумение потому что ну как же как же вот я мы умерли а как же мы вот здесь ходим общаемся почему-то это происходит причем когда мы говорим о том что какие-то ну скажем так базовые инструменты анализа умерли там дерево покупательских решений умерла оба цианализ умер больше всех этому радуется категорийный менеджер потому что ну все теперь ничего делать не надо замечательно отлично можно расслабиться и так сказать я же сказал консультанты сказали что все умерло вот я как раз говорю о том что инструменты меняются они усложняются то есть вообще управление ассортиментом ну моя тема которой занимаюсь она перестала быть линейным она стала многомерным и с этой точки зрения любой инструмент он тоже стал сложнее и на возможности его применения тоже стало более сложным но это не значит она умерла разговоры про смерть оффлайна я слышу уже года четыре как вот и до сих пор чуть пока я не вижу как сильно все в то что умирают гипермаркет и разговоры тоже ведутся но это не то чтобы умирают естественно доля смещается то что онлайн свое место занимает и конечно перетягивать на себя продаж у меня всегда вопрос возникает к таким но гигантом и кеда например а где вы были 57 лет назад когда было очевидно что надо открывать онлайн и почему и кей например открыла свой интернет магазин только там года два или три назад лет пять назад или семь назад этого не было очевидно что это нужно делать нужно этим заниматься вот то есть это к вопросу о том что когда мы так так сказать впадаем в грех отрицалов когда мы радостно объявляем что что-то такое вот она себе он ли нужно понять что ничего не умирает она может быть видоизменяется и вот за этим конечно надо очень сильно следит вот те кто успевают за этим следить и правильно понимают сигналы рынка ну те будут нормально жить и развиваться назовем это эволюция механизмов получается инструменты меняются но не умирают нож зеркало понимаете за много лет человеческого существования нож не зеркал не топор не умерли они стали какие-то другие немножко может быть по-другому их можно применять ночью не умирает это очень интересный взгляд спасибо вам за него я надеюсь что наши зрители посмотрят его и задумаются о том насколько правдивый их мнение о рынке я надеюсь до встречи в следующем году и надеюсь у вас тоже будет тоже интересное злободневное мнение спасибо большое и большое спасибо всего доброго